Вот Бог, и Он говорит Сам о Себе во множественном и в единственном числе. Все перевернулось вверх ногами, ощущение теплоты проходило по моему телу от головы до пят. Синагога была важной частью моей жизни. Мой отец много лет был председателем синагоги. Мы соблюдали праздники, мы всегда оглядывались на то, что Бог сделал в прошлом. И я начал спрашивать себя, что Бог делает сейчас, почему мы всегда оглядываемся в прошлое. Когда мне было 20 с небольшим, я отошел от синагоги. Я искал смысл и цель своей жизни. Я начал искать разные пути, восточные религии, трансцендентальная медитация. Исчерпав все возможности, я все продал, поступил в мореходное училище и плавал на торговых суднах 11 лет. Я провел много времени на Дальнем Востоке, в Восточной Европе, в Южной и Центральной Америке. И куда бы я ни ехал, я всегда шел в синагогу, а потом в дом поклонения конкретной данной культуры. Но я всегда брал с собой свою Тору и Танах, еврейские писания и раввинистическую литературу. Однажды вечером я изучал Библию и наткнулся на бытие 1, 26-27. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И я подумал сам в себе, как Бог может быть одновременно, мы и Он. И когда я говорил со своим раввином, его ответы просто не находили во мне отклика. Продолжая изучать, я заметил личные отношения между Богом и нашими отцами. С Авраамом, Исааком, Яковом, Моисеем, Иисусом Навином. Бог говорил с ними, и они приносили жертвы и строили жертвенники, и у них были отношения с Богом. В синагоге ни у кого нет таких личных отношений, поэтому я начал молиться. «Боже, я хочу знать Тебя, как наши отцы». Когда я продолжал свое изучение закона Моисея, пророков и Писаний, у меня начал формироваться образ Мессии. В какой семье он должен родиться? Какая родословная? Когда он придет? Для меня все факты указывали на Ишуа, Мессию Иисуса. Поэтому я начал молиться. «Боже, если Ишуа — это еврейский Мессия и Спаситель мира, пожалуйста, открой это мне». Однажды вечером, когда я ехал из Сарасоты в Панаму, я увидел по дороге четыре креста у обочины. И когда я посмотрел на них, это переполняющее чувство радости и мира прошло через мое тело, от головы до пят. С того момента я начал думать об Ишуа. Он просто появился в моем сознании. И во мне было это переполняющее чувство радости и удовлетворения. Однажды я читал книгу и уснул. Вдруг в своем сознании я услышал «Ишуа Адонай!» «Ишуа — мой Господь!» И я проснулся, и что это было? Когда я рассказал своей семье, что принял Ишуа как своего Мессию, было много отвержения, и они говорили, «Как ты мог это сделать? И неужели ты не знаешь, что христиане делали с нашим народом на протяжении многих лет? И думали, что я вступил в секту. С годами они увидели позитивные изменения в моей жизни. И сейчас мы с Максой большей частью приняты назад в своей семье. Нас приглашают на свадьбы, бар-митцвы, бат-митцвы, и это прекрасно. Иногда нелегко быть еврейским последователем Ишуа. Поэтому я призываю вас молиться за еврейский народ, молиться за мир в Иерусалиме и молиться за спасение Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...